Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться темы здоровья. Это будет голодание. Есть разное понятие голодания. И сегодня я хотел бы ввести в обиход такое понятие, как мягкое голодание. Вот есть жесткое голодание, а есть мягкое голодание. И в чем же заключается разница? Дело в том, что голодание, оно может быть вынужденным. Это когда у человека нету средств, денег на то, чтобы приобрести пищу. Или условно идет война. Или вынужденное голодание может быть таким, что человеку сделали полостную операцию И в течение трех-пяти дней принимать пищу нельзя. И это все вынужденное голодание. Но есть плановое голодание, мягкое голодание. Это когда человек начинает осознавать необходимость лечебного голодания Или периодического голодания для того, чтобы сохранять свое здоровье Или приобрести это здоровье. И тогда этот человек начинает пробовать мягкое голодание в виде воздержания пищи на 6 часов. То есть после пробуждения. А ночное время я не считаю именно голодом, потому что человек просто спит и восстанавливает свои силы. Поэтому ночной голод всегда переносится легче, чем дневной, бодрствующий голод. И поэтому, если человек после пробуждения не завтракает, а спустя 6 часов принимает первый раз пищу условно в обед, то это мягкое воздержание от пищи. Если человек в следующий раз воздерживается уже на 9 часов от пищи, а затем уже на 12 часов от пищи после пробуждения, то есть первый раз он кушает условно во время ужина, то тогда этот человек приобретает опыт мягкого голодания, осознанного, когда у человека есть возможность поесть, но этот человек решает, что он будет командовать своею плотью, своим телом. И он осознанно начинает подчинять свое тело не капризам, не привычкам еды, а именно воздержанию от еды. И делая такие тренировки регулярно, условно, один раз в неделю, человек приобретает опыт мягкого голодания. И это может продолжаться условно 3 месяца, 6 месяцев, а то и целый год. И затем у человека приобретенный опыт мягкого голодания может перейти в другой уровень голодания, когда человек будет голодать не 1, 2 или 3 дня, это короткий голод, а средний голод это 4-8 дней. И вот этот голод от 4 до 8 дней уже позволяет наблюдать за своим организмом более глубоко, более детально. И тогда у человека голодание до криза, а криз, как правило, бывает на 8-й день у большинства людей, хотя есть люди, которые криз, очистительный криз, испытывают на 7-е сутки, но даже есть и на 9-е сутки. Но условно, криз для большинства людей – это очищение, это такая сильная слабость, после которой наступает освобождение от даже хронических болезней. И это, как правило, бывает все-таки 8-й день, плюс-минус 1 день. Итак, приобретая опыт более жесткого голодания, это среднее голодание, да, осознанное, оно уже может быть не еженедельным, а ежеквартальным. То есть, каждые 3 месяца человек воздерживается 1 раз, условно, на 8 дней от еды. Затем человек может прийти к пониманию того, что есть хронические болезни, которые могут покинуть человека при условии его длительного голодания. И это может быть 14 дней, 21 день, или даже 30 дней. И наблюдая за собой, особенно в клинике, человек приобретает очень хороший опыт. Но это уже более жесткое голодание, более тяжелое голодание. И волевой импульс иногда у людей на это не хватает. Вот почему мягкое голодание, оно более рекомендовано для людей, но опыт мягкого голодания должен сопровождаться изменениями пищевых привычек. Это очень важно. То есть, если человек заработал определенные проблемы со здоровьем в результате неправильного приема пищи, то после регулярных мягких или жестких голоданий человек должен освободиться от этих негативных привычек и приобрести положительные привычки. И вот это стремление человека к здоровью. Итак, мягкое голодание. Порассуждайте об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.